Что ж, давно на моем канале не было таких видео. А ведь это моя первая рубрика, рубрика теорий. Ладно, усажуйтесь поудобнее, возьмите чаек с бутером. А также подпишитесь на канал если не подписаны, ведь меня смотрят аж 68% без подписки, вам не сложно, мне приятно. Ну что, погнали! В этом видео речь пойдет обо всех тех, кто помогал тому в экспериментах, помогал искать бобов и добивать их. Начинать я буду с тех, кого мы встречаем чаще всего, а под конец кого мы редко видели. Первый у нас на очереди это дрон. Дрон присутствует в каждом эксперименте, с помощью дрона Том следит за бобом. Также, дрон может передвигаться сам по себе, а при угрозе цвет его глаза перекрашивается из зеленого в красный. Дроны также были использованы при поиске Роберта. Дальше у нас красный боб. Он в списке так как помогал диктору в поисках клонов в течение всего четвертого сезона. Но в конце был убит. Куклы. Они присутствовали во втором сезоне как помощники, например в эксперименте про боба боксера, наглядно видно, как куклы диктора дерутся с бобом. Или вот в серии про Боб одержим дьяволом, куклы также выполняли свою работу. Но вот в пятом и шестом сезоне, куклы были как объекты, и все. На замену им пришли механические руки. Смерть. Она в первой была показана в шестом сезоне. Она добивала бобов, так как из них выходила душа. В первый раз диктор это заметил, но ничего не сделал. А вот уже в другой раз, смерть убивает душу, дабы полностью добить боба. Вероятно она работает на диктора. Поговорим о мутантах. Нет не о мутантах-бобах, а об этих. Эти мутанты появлялись не очень часто, они играли важную роль в сериях «Революция» и «Боб Хельсинг». В обоих они нападали на бобов. На после док поговорим об тайном помощнике. Его мы видели очень редко и мало. Частично нам показывали его руки и ногу. Вот фрагменты. У меня есть теория, что перчатки принадлежат именно этому персонажу. Вероятно это не кукла, ведь зачем кукле такое детальное тело? Что ж, это первое теоретическое видео за последний месяц. Я давно не делал годного контента. А делал приколы да и разбор небольшой. Оправдание этому – простое. Ведь времени немного, контент делать хочется. Да и в последнее время я немного, но начал снова расти в числе подписчиков. Я хочу вернуть былую атмосферу. Когда я делал много видео о ЗБ, не приколы о теории. Ладно, нужно сменить тему музыки. У меня много планов на будущее. Ролики будут, конечно, выходить реже, но качественными. Спасибо, что лайкаете и комментируете мои видео. И еще в дальнейшем вас ждет продолжение моей пародии. А если хотите ускорить выход видео, ставьте лайки и подписывайтесь, ведь это мотивирует делать все больше контента. А сейчас я прощаюсь с вами. До связи.